Привет всем! Одни из самых красивых летних цветов бархатцы укрепляют функцию поджелудочной железы. Вы можете применять их при панкреатите, воспалении поджелудочной железы и для профилактики сахарного диабета. Настой из бархатцев улучшает обмен веществ. На начальной стадии сахарного диабета они снижают уровень глюкозы в крови, положительно действуют на поджелудочную железу. В случае поражения поджелудочной железы и нарушения обмена веществ, псориаз, витилиго, диатезы, нейродермиты, выпадение волос, ухудшение зрения, бархатцы также эффективны. При болезнях поджелудочной железы приготовьте такой настой. Измельчите один цветок бархатца, заварите одним стаканом кипятка, настаивайте 15 минут. Остудите и процедите. Принимайте по четверти стакана 4 раза в день. Также вы можете приготовить настойку бархатцев при сахарном диабете. Для этого 50 штук цветков бархатцев темного цвета залейте пол-литрами водки, настаивайте неделю. Принимать эту настойку нужно по одной чайной ложке 3 раза в день перед едой. Эти два лечебных средства вы сможете легко приготовить в домашних условиях. Здоровым людям я также рекомендую засушить цветы бархатцев. Пейте лечебный чай с одним цветком бархатца на один стакан кипятка. Это средство содержит много каротиноидов, поэтому улучшает зрение. Для улучшения зрения народная медицина рекомендует съедать по 2-3 цветка бархатца оранжевого цвета перед едой. Можно добавлять эти цветы в салат. Также бархатцы эффективны для лечения артрита, простуда и гриппа, кожных заболеваний. Применяют это растение и для изгнания глистов. Об этих свойствах бархатцев я расскажу вам в следующих выпусках. Подписывайтесь на канал Домашний лекарь. Спасибо, что прослушали мое видео. Ставьте мне лайки и пишите свои вопросы.